В этом мире, где каждый из нас ищет свой путь, существует безграничное множество возможностей для духовного роста и саморазвития. Мы стоим на пороге великих перемен, где каждый выбор, каждое решение ведет нас к новым горизонтам понимания себя и Вселенной. Солнечная вспышка, о которой говорят многие предсказания, не просто космическое явление. Это символ внутреннего пробуждения, напоминание о том, что в каждом из нас скрыт источник неиссякаемой энергии и света. Солнечная вспышка высшего балла произошла на Солнце сегодня утром. Солнечные вспышки рентгеновского излучения делятся на пять классов – А, Б, С, М и Х. Вспышка класса Х является самой мощной из пяти. В большинстве случаев она вызывает выбросы плазмы на Солнце. По данным лаборатории, максимум вспышки зарегистрирован в 9 часов 52 минуты по московскому времени. Событие классифицировано как Х2,6. Это четвертая по силе вспышка на Солнце за последние пять лет. В лаборатории отметили, что вспышка произошла в той же активной области, где несколько дней назад наблюдалась вспышка высшего балла Х3,3. Самой крупной вспышкой последних лет пока остается новогодняя вспышка 1 января 2024 года уровня Х5,0. Эта энергия способна исцелять, трансформировать и приводить нас к гармонии с собой и окружающим миром. Мы живем в многомерной реальности, где каждое измерение предлагает свои уроки и испытания. Наши мысли, намерения и действия определяют, в каком из этих миров мы окажемся. Ранее ученые сообщили, что нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствует о постепенном приближении Солнца к пику активности, который предположительно может наступить уже в середине 2024 года, хотя по некоторым прогнозам может быть сдвинут и на 2025 год. Вспышки на Солнце могут вызвать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграции птиц и животных. Чем мощнее вспышки, тем больше вероятность того, что пропадет интернет и вся электроника перестанет работать. Также магнитные бури очень сильно влияют на здоровье людей. Каждый из нас обладает властью выбирать свою судьбу, свой путь и направление своего духовного путешествия. Важно осознавать, что наша внутренняя сила и вибрация – это ключ к пониманию нашего мира. Когда мы сосредотачиваемся на любви, прощении и освобождении от негативных узоров, мы поднимаем свою вибрацию и способствуем повышению сознания всего человечества. Каждый из нас – это мощный творец своей реальности. Наша задача – осознать эту силу и использовать ее для создания мира, в котором гармония, любовь и свет будут главенствующими силами. Мы живем в эпоху, когда древние знания и новые открытия сходятся, создавая уникальное поле для духовного развития. Это вторая вспышка столь мощного класса за неделю, что говорит о высоком уровне солнечной активности. Солнце может породить выброс энергии в тысячу раз мощнее обычных вспышек и уничтожить цивилизацию. Древние учения говорят нам о важности гармонии между телом, умом и душой. Современные научные исследования подтверждают, что наши мысли, эмоции оказывают прямое влияние на наше физическое и психическое здоровье. В этом поиске гармонии мы обнаруживаем, что любовь и сострадание являются не просто эмоциями, а мощными силами, способными изменять реальность вокруг нас. Когда мы открываем свое сердце для любви и сострадания, мы не только исцеляем себя, но и способствуем исцелению всего мира. Медитация, молитва, йога, искусство, музыка – все это пути к самопознанию и духовному пробуждению. Они помогают нам углубить связь с нашим внутренним миром и открыть двери в более высокие измерения сознания. Мы также осознаем, что каждый человек – это уникальное выражение космического сознания. Уважение к разнообразию путей и взглядов – это ключ к созданию мира, где каждый может найти свой путь к истине и гармонии. В этом путешествии к духовному пробуждению мы учимся принимать себя и других такими, какие мы есть, с осознанием того, что каждый опыт и каждая встреча несет в себе глубокий смысл и урок. Мы признаем, что наша планета – это живое, дышащее существо, и мы являемся ее частью. Забота о земле, ее ресурсах и всех ее обитателях – это неотъемлемая часть нашего духовного пути. В конечном счете, духовное пробуждение – это путь к осознанию нашего единства во всем сущем. Это понимание того, что мы все связаны невидимыми нитями любви и света, и каждый наш выбор, каждое наше действие влияет на жизни всех. Таким образом, путь духовного развития – это не только путь самопознания, но и путь служения миру. Когда мы растем и развиваемся духовно, мы становимся светочами, которые могут осветить путь для других и помочь им найти свой путь к гармонии и свету. Субтитры создавал DimaTorzok